Мы в Волне с городом. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре. Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на Волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь, как обычно, по пятницам программа Культ Просвет. И тема сегодняшней программы – волонтерство, политическое или культурное образование. Все то, что создает гражданское общество. Наше собственное участие в изменении окружающей среды. Сегодня в гостях у нас Мария Власенко, которую мы могли бы представить в разных ипостасях. Она является волонтеркой, а также координатором множества молодежных проектов. И сегодня мы поговорим, как я уже упомянул, о волонтерстве как таковом и о конкретных проектах. Также затронем и тему многоуровневой русскоязычной идентичности в эти тяжелые времена. Звукорежиссер Родион Золотарев сегодня за пультом и помогает нам обеспечить техническую сторону эфира. Уважаемые радиослушатели, вы всегда составная часть нашего эфира. Ваши комментарии, ваши мысли и вопросы для нас важны. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору по телефону прямого эфира. Это 6721-2939 и 6721-3939. Звоните также на WhatsApp и SMS. Посылайте ваши размышления и вопросы на номер 206191. Мария, добрый день. Здравствуйте, Денис. И большое спасибо, что нашли сегодня время и силы присоединиться к нашей дискуссии о волонтерстве. Я уже упомянул нашим радиослушателям, что вы на протяжении многих лет занимаетесь координацией молодежных проектов. Поэтому волонтерство для вас есть существенная часть вашей жизни, вашей идентичности. Скажите, а как бы вы определили, что это? Если бы мы писали короткую статью в словаре. Наверное, тогда я бы сказала, что волонтерство – это деятельность, которая направлена на положительные изменения общества и при этом не подразумевает оплаты. Хорошо, это действительно очень короткое определение, но я думаю, мы могли бы попытаться его расширить. И если мы сейчас, допустим, взглянем на основные проблемы латвийского общества, на темы и проблемы, которые требуют изменения, позитивного изменения, как вы упомянули, и в то же время, условно говоря, у власти или у администрации не доходят руки, и здесь как раз на сцене появляется волонтер. Я правильно понял? Да, волонтерство – это, в принципе, одна из разновидностей гражданского активизма. То есть то, каким образом люди могут действительно оказывать изменения на какие-то процессы в обществе. И причем эта деятельность, гражданский активизм, она обычно не инициируется сверху, а именно исходит от самих жителей, от самих представителей общества. То есть примеры гражданского активизма – это митинги, общественные инициативы, ну и в том числе, например, волонтерство. Как правило, люди начинают волонтерить, когда, возможно, ощущают, что есть какая-то проблема, которая не решается за счет традиционных механизмов, традиционных институтов. То есть самые, наверное, яркие примеры, которые лучше всего узнаются – это деятельность людей, которые, допустим, помогают детям в детских домах, помогают животным в приютах, но, в принципе, волонтерство не ограничивается только непосредственно благотворительностью, хотя очень часто два вида этой деятельности идут вместе. Также волонтеры могут, например, помогать переорганизации каких-то больших мероприятий, каких-то культурных мероприятий, как, например, фестивали. И вот сейчас, конечно, последние два месяца мы видим, насколько большую роль волонтеры играют в помощь жителям Украины, которые сейчас приехали в Латвию. Иными словами, волонтер – это тот, кто чем-то недоволен и в то же время не только бурчит где-нибудь на кухне или, допустим, в Фейсбуке выражает свое недовольство и гнев, а меняет ситуацию. – Часть волонтеров наверняка именно активно недовольна. Часть волонтеров, возможно, не то чтобы недовольна, но они видят возможности для каких-то улучшений или изменений. Но, в принципе, да, это активное проявление позиции, когда твое мнение переходит в действие. Потому что волонтерство – это в любом случае действие, потому что люди тратят свое время, свои силы, свои ресурсы, которые они, допустим, могли бы отдать какому-то другому занятию, направленному исключительно на них самих. То есть это возможность взять ответственность за происходящее в обществе, взять ответственность за то, что происходит за пределами твоей семьи или двери твоей квартиры. – Давайте попытаемся набросать такой эскиз различных форм волонтерства. Ведь наверняка это очень сложная система, и в то же время есть множество форм, видов или каких-то, скажем, таких пространств, в которые мы можем вступить и стать волонтерами. – Попытаемся, может быть, набросать схему. – Да, наверное, первый уровень этой схемы – это было бы организованное или неорганизованное, или формальное и неформальное волонтерство. Потому что понятно, что зачастую люди хотят что-то сделать, но они не обязательно при этом взаимодействуют с другими людьми. То есть они просто, допустим, идут и делают, самостоятельно собирают вещи, привозят их в детский дом, участвуют в субботниках. Есть организованная форма волонтерства. В Латвии уже 7 лет, если не ошибаюсь, действует закон о волонтерстве, в соответствии с которым организовывать волонтерство имеют право самоуправления, общественные организации и социальные предприятия. И тут мы уже можем смотреть по видам деятельности. То есть есть волонтерство, которое непосредственно направлено на решение каких-то социальных проблем. То есть я уже упомянула о том, что это может быть помощь людям, которые находятся в худшей ситуации. Допустим, люди, которые живут в социальных центрах. Сеньоры, которые находятся тоже в этих центрах помощи, детские дома, помощь животным, решение каких-то экологических проблем. Волонтерство может быть направлено на поддержку каких-то больших инициатив, которые невозможно реализовать исключительно за счет имеющихся ресурсов. Потому что, допустим, для того, чтобы в латвийских условиях организовать какой-то художественный кинофестиваль, просто может не хватать средств для того, чтобы нанять необходимый персонал. Допустим, людей, которые будут проверять билеты, помогать расставлять стулья, встречать гостей в аэропорту. И именно в таких случаях на помощь тоже приходят волонтеры. Еще, конечно, волонтеры могут... В принципе, ежегодная большая талка, которая, кстати, пройдет на этих выходных, это тоже один из проявлений какой-то волонтерской деятельности. Правда, это не совсем регулярная деятельность, так как она проходит раз в год. Но для кого-то, возможно, это может быть хорошим началом. Хорошо. Мы сейчас представили некоторые формы, каким образом можно стать волонтером. Ну а, допустим, если мы говорим о том, что изменение среды – это может быть и политический процесс. То есть мы таким образом можем включить в понятие волонтерства и политическое участие? Или все-таки нет? Политическое участие я все-таки отделяла бы. Лично я это отделяю. Для меня политическое участие и участие в процессах принятия решений – это, в принципе, та деятельность, которую осуществляют общественные организации. И это немножечко другой процесс, потому что человек, который в них участвует, он именно своей целью ставит оказать какое-то влияние на процесс принятия решения. Поэтому я бы все-таки это в полной мере не называла бы волонтерством. Но, естественно, опять же, в процессе, если необходимо для того, чтобы оказать влияние на какое-то решение, допустим, организовать какую-то большую акцию, в этой акции при этом могут быть задействованы волонтеры. Да, иными словами, можно просто подключиться к работе конкретной партии и, например, разносить плакаты или расклеивать какие-то воззвания или просто быть в палатке перед выборами. То есть это считается волонтерством, по вашему мнению, или уже все-таки это некоторая другая? Для меня это уже политическая деятельность. То есть волонтерство по своему, скажем, по определению, аполитично? Или все-таки нет? Мы можем смотреть на какие-то определения, можно смотреть тоже на то, как лично я это воспринимаю, и можем смотреть на закон о волонтерстве. Давайте, может быть, начнем с вашего собственного восприятия. Для меня, наверное, все-таки именно волонтерство, как общественная деятельность, она скорее аполитична, то есть точно так же, как и общественные организации обычно отделяются от политических партий. То есть если человек участвует в деятельности какой-то политической организации, политической партии, то я бы это уже называла активным участием в политике. Хорошо. А, допустим, изменение окружающей среды вокруг, например, своего дома или в микрорайоне, это ведь тоже в какой-то степени политика, но, наверное, на коммунальном уровне? Или же все-таки нет? По-моему, политика вообще очень широкое представление. То есть мы тогда можем политикой называть вообще любую деятельность, которую мы осуществляем. То есть даже, не знаю, предпринимательская... Может быть, даже сегодняшняя беседа тоже политика в какой-то степени, да? Да. То есть это уже, конечно же, вопрос определения и так далее, но как раз-таки вот эти соседские инициативы, я таким образом перевожу для себя слово «апкаемес», потому что окраинные, наверное, было бы не совсем корректно, но как раз-таки вот именно соседские инициативы, которые все больше и больше развиваются, это, по-моему, как раз очень один из хороших примеров того, как люди могут взять ответственность за свою среду обитания. Расскажите, может быть, поподробнее об этих соседских инициативах. Я думаю, что для многих как раз вступление в какую-либо общественную деятельность и как бы выход из своей квартиры и встать с дивана и что-то изменить, как раз, может быть, не то что ограничится, я надеюсь, нет, но начнется как раз в этом пространстве. Иными словами, мне не нравится состояние лестничной клетки, мне не нравится, что у нас в подъезде сломан замок или не работает освещение, и тогда я начинаю действовать. У этих соседских инициатив есть какие-то определения или законодательные рамки, или же это как бы кто во что гораст? Таких очень строгих рамок, конечно, нет, но вообще стоит иметь в виду, что даже какие-то сообщества владельцев квартир, кооператива, они по своей сути являются сообществами, которые являются общественными организациями, то есть так называемый беодрибос, потому что в латвийском законодательном поле, в латышском языке общественная организация обозначается, как правило, двумя словами, беодрибос или общество, сообщество, и ноды бинаем, это фонды. И очень часто люди, которые берут на себя ответственность за свой дом, управление своим домом, они создают своего рода общественную организацию, и могут уже вместе думать о том, как им лучше улучшить свою жилую среду. Но последние несколько лет в Риге, в первую очередь, тем, может быть, меньше информировано о ситуации в других крупных городах Латвии, начинает развиваться движение соседских инициатив, и люди создают вот эти общества в Риге конкретно в соответствии с районами, в которых они проживают, то есть есть сайт Апкаймас.лв, на этом сайте можно посмотреть, есть ли конкретно в вашем районе какое-то такое общество, у них, как правило, указана группа на Фейсбуке или другие места, где можно подчеркнуть информацию, и можно присоединиться к их деятельности. И в Латвии последние, наверное, года три есть такой хороший пример того, как самоуправление поддерживает деятельность этих обществ, это то, что самоуправление, рижские точно, я не уверена, все ли сейчас, мне кажется, что после принятия нового закона о самоуправлениях, возможно, это будет обязательно для всех самоуправлений, но у них есть так называемый бюджет для участия, то есть это часть бюджета самоуправления, который выделяется именно на поддержку каких-то инициатив, вот таких вот добровольных объединений жителей. То есть если, допустим, люди считают, что вот на земле самоуправления нужно построить детскую площадку, сделать зону отдыха, сделать какое-то спортивное место с тренажерами, зону для выгула собак или какие-то еще инициативы, которые им кажутся полезными и нужными, то они могут написать проект, самоуправление в соответствии со своими процедурами его рассмотрят и тогда выделят финансирование на реализацию этого проекта. В рамках нашей беседы, я уже упоминал, уважаемые радиослушатели, мы ожидаем ваших комментариев и звонков, потому что сегодня в гостях у нас действительно эксперт, которая могла бы, может быть, стимулировать даже ваши собственные мысли и желание участия в изменении окружающей среды. И, может быть, мы можем сегодня потолкнуть вас на некую волонтерскую инициативу. Телефоны 6721-2939 и 6721-3939, а также номер в WhatsApp 2061-91. Пока звонков нет, мы продолжаем нашу беседу. Я знаю, что в разных странах Европы подобные волонтерские идеи или процессы оформлены по-разному. Например, в Германии широко распространены так называемые советы горожан. Это советы, которые не являются какой-то альтернативой самоуправлению, а являются некоторым таким сгустком идей жителей города. И все то, что, может быть, не появляется на горизонте самоуправления, может быть подсказано этими советами. И там присутствуют представители разных этнических групп, религиозных и так далее. В Германии это очень-очень пестрое общество, которое так или иначе стремится к тому, чтобы эти группы были видны и участвовали. В Латвии ситуация немножко другая, но видите ли вы какие-то международные, скажем, или глобальные тенденции, которые есть в Латвии, и, если мы говорим о волонтерстве, что-то уникально латвийское, вот какие-то особенности нашего ландшафта политического, скажем, или гражданского, вы могли бы упомянуть? Есть ли у нас что-то схожее с советами горожан, вот как я упомянул на примере Германии? В принципе, у нас наши общественные организации участвуют в деятельности самоуправлений. Я больше именно ориентируюсь в сфере, которая связана с молодежью. И во многих самоуправлениях Латвии есть молодежно-консультативные советы, в которых, как правило, представлены молодежные общественные организации. Похожие консультативные советы есть и на уровне самоуправления, когда тоже какие-то общественные организации, работающие в этом самоуправлении, обязательно молодежные участвуют. Именно очень четко провести, наверное, какие-то параллели между глобальными мировыми тенденциями и выделить что-то латвийское я сейчас затруднюсь. Но в целом, конечно, можно наблюдать, что за последние несколько лет волонтерская деятельность и вообще общественная деятельность в Латвии развивается. То есть у людей появляется информированность о том, что такое общественная организация, что такое гражданское участие. Но если смотреть все же на какие-то статистические данные, то, тем не менее, мы на европейском фоне немножечко отстаем. Я знаю, что особо интенсивно культура волонтерства развивается в скандинавских странах. И где мы находимся, скажем, в рамках ЕС? Я смотрела статистику, которую последнюю нашла 2015 года. Думаю, что за последние 8 лет ситуация улучшилась. И если говорится об участии жителей именно в формальном организованном волонтерстве, то в Латвии это было 7,3%, по ЕС в среднем 19,3%, а в таких странах, как Дания, это, допустим, 38,7%, в Норвегии 48%. Да, то есть мы, условно говоря, в хвосте. Как вы думаете, чем это объяснить? Если бы вам нужно было интерпретировать эти четыре, скажем, цифры? 7,3, 19,3, 38 и 48. Где бы мы искали причины столь низкого уровня участия? Ну, мне кажется, что большое влияние, конечно, на это оказало наше советское прошлое и прерванная общественная жизнь. Потому что если мы смотрим на историю Латвии в период с обретения независимости и до оккупации, то было действительно очень большое количество активных общественных организаций. То есть люди очень активно участвовали в общественной жизни тогда еще молодой страны. А потом на период 50 лет это было прервано, и фактически вся общественная деятельность, насколько ее можно было такое назвать, она регулировалась сверху. И у людей, с одной стороны, возможно, это могло вызывать какое-то отторжение, потому что, если это не их инициатива, а это именно что-то, что спускается сверху, не во всех людях это находило отклик, хотя там могло быть направлено на какие-то условно благие цели, как субботники, сбор макулатуры и так далее. И люди просто потеряли опыт. То есть очень важно, чтобы был опыт, который передается, была какая-то последовательность. И фактически в 90-х годах жителям пришлось начинать все это делать с нуля. И, возможно, опять же, вот это отношение, которое по какой-то причине, мне действительно, наверное, сложно выдвигать какие-то теории, но в принципе часть людей ощущают себя дистанцированно, отчужденно от того, что происходит в стране, и, возможно, не всегда находят в себе силы и желание взять соответственность за то, что происходит в стране, в обществе, ограничивая свое гражданское участие, возможно, по ходам на выборы раз в 4 года. А есть ли возможность в Латвии научиться волонтерству? Есть ли курсы, школы? Ну, школы в переносном смысле, конечно, как там школа гражданина, например, да, или там какие-то структуры, скажем, гражданского образования, которые показывают или пытаются научить тому, что волонтерство — это прежде всего знание и желание изменить ситуацию. Если желание есть, а знание нет, эти знания можно где-то получить? Или просто вот идешь, и как получится, так получится там путем проб и ошибок? Каких-то таких формальных школ гражданства у нас нет. Мне кажется, что тут свою роль могут сыграть средства массовой информации, насколько они освещают эту деятельность, насколько они показывают роль волонтерства, гражданского участия в каких-то происходящих процессах. В нашей системе школьного образования постепенно увеличивается роль гражданского образования, конечно же, общественные организации сами воплощают какие-то инициативы, то есть, допустим, у фонда общественной интеграции, фонда интеграции общества. Есть программа проектов, которая направлена именно на поддержку волонтерской деятельности, на популяризацию волонтерской деятельности. То есть, соответственно, очень важно, мне кажется, для каждого человека понимать, что то, что он рассказывает о том, что он делает, это не хвастовство, потому что у нас можно столкнуться с тем, что я же что-то делаю, но я же об этом не говорю, потому что зачем хвастаться. А это как раз-таки то, что создает в обществе представление о том, что есть люди, которые каким-то образом активны, и это тогда создает противовес всем тем, кто бурчат в комментариях на новостных порталах или на фейсбуке о том, как все плохо и ничего не происходит. Я полагаю, что если позитивный образ волонтера вполне нам известен, человек, который идет вперед, меняет среду, переубеждает кого-то, то, может быть, негативные образы менее известны. Вы наверняка в своей карьере или, скажем, в своей биографии волонтера встречались с подобными представлениями. Каковы бытует негативные представления о волонтерах? Есть такие? Наверное, да, но это тоже на уровне тех же каких-то комментариев в соцсетях. А что можно вычленить из этих комментариев? Ну, наверное, мнение, что этим людям, наверное, заняться нечем. То, что раз они что-то делают не за деньги, затем подозрение, почему они что-то делают не за деньги. Значит, если не деньги, то что-то другое? Что-то другое, или наверняка им все-таки кто-то платит. Ну, в принципе, наверное, такой. Но я бы даже не сказала, что таких комментариев очень много. То есть скорее могут быть какие-то негативные комментарии или негативные мнения, скажем так, к тому, к объекту волонтерства. То есть к теме, на кого адресована помощь. Но скорее даже чаще будут какие-то комментарии, почему мы это должны делать, пусть государство или самоуправление этим занимается. Вот это, по-моему, намного чаще. То есть не осуждают самих людей, которые что-то делают добровольно, а именно осуждают государство или самоуправление, институты власти, которые не сделали. И каков был бы ваш, скажем, аргумент подобным комментариям, вот если бы вам удалось их каким-то образом разуверить в этом скепсисе, что бы вы им сказали? Я не знаю, смогла бы я как-то их разуверить в этом, но мне кажется... По крайней мере попытались бы, да. Каков был бы ваш аргумент? Мне кажется, что общество, в котором все исключительно делает государство, это тоталитарное общество. И именно поэтому, конечно, очень важно, чтобы у людей были покрыты какие-то основные, закрыты социальные нужды, нужды социальной потребности, но очень важно, чтобы было действительно пространство, в котором люди сами могут создавать свое общество. Потому что, по сути дела, они могут знать лучше на месте. Там же, условно говоря, на лестничной клетке, что мне необходимо. А молодежные проекты в этой области, и, допустим, если мы говорим о смене поколений, то хорошо, допустим, советское прошлое, атрофия некоторая, а молодое поколение, по идее, допустим, сейчас уже есть поколение, которое никогда не знало советского быта и культуры. Отличается оно? Радикально отличается? Есть какой-то, условно говоря, новый язык волонтерства? Молодежь просто намного активнее. В том числе, конечно, потому, что, возможно, у них больше свободного времени, меньше каких-то бытовых забот и хлопот, которые, может быть, мешают посвятить два часа в неделю чему-то полезному. Но в целом, если, опять же, мы смотрим на статистические данные, и вот это как раз-таки достаточно свежие, прошлогодние, декабрь 2021 года, то деятельность волонтерская среди людей в возрасте 18-24 года в Латвии это около 60%, то есть это нерегулярно, а кто хотя бы когда-либо участвовал. И затем, чем старше люди, тем процент начинает падать, то есть в возрастной группе 24-35, это уже чуть выше 30%, и дальше в районе 50 лет там будут цифры около 15%, ну и старшие группы тоже где-то это количество, несмотря на то, что у людей, казалось бы, в течение жизни была возможность как-то принять участие. Вот, плюс, опять же, конечно, сейчас для молодежи очень много каких-то возможностей, и в Латвии, и на международном уровне, то есть на международном уровне, наверное, хотелось бы выделить программу Erasmus+, которая действует во всех странах, Европы, и в том числе их волонтерские проекты, которые позволяют молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет провести от двух месяцев до одного года в любой другой стране ЕС, работая там на благо общества, получая стипендию, оплату карманных расходов, жилья, питание, и получая при этом новый опыт. То есть, да, вот эта тема, которую мы не затронули, конечно, то, что для молодых людей волонтерство – это именно возможность получить новый опыт. Это, в принципе, есть и на латвийском уровне. Несколько лет назад действовала программа агентства занятости, которая позволяла молодым людям при их деятельности в общественных организациях таким образом получить первый опыт работы, потому что мы знаем, что это зачастую то, с чем они сталкиваются, когда они начинают строить свою карьеру, это недостаток опыта. – Отсутствие опыта, да. – Отсутствие опыта, да. – Да. – Но это важно не только для тех, кому сейчас 18-20 лет, но также и для людей, которые, возможно, старше, потому что волонтерство – это еще возможность попробовать какую-то новую деятельность, обзавестись какими-то новыми контактами, выйти из привычной среды, в которой там люди могут присутствовать на протяжении многих лет. Так что волонтер, он не только помогает обществу, он еще и помогает себе. – А если мы говорим в контексте, скажем, латвийской ситуации, межэтнический диалог или, может быть, какие-то слабые формы его, иногда даже отсутствие, волонтеры, они каким-то образом могут размежеваться по этническому или языковому принципу, или все-таки их объединяет скорее общая социальная идея или какое-то, допустим, недовольство или желание изменить? Как вы видите межэтнический ландшафт волонтерства? – Мне кажется, что как раз-таки волонтерство и участие в какой-то общественной деятельности – это одна из тех возможностей, которые могут способствовать лучшему взаимодействию и диалогу, потому что все-таки людей волнуют одни и те же проблемы вне зависимости от их языка или от их этнического происхождения. Если мы не говорим, вот почему я, наверное, убирала бы политическую деятельность из этого поля, потому что как раз-таки, как мы понимаем, в нашем обществе политическая деятельность зачастую может быть обусловлена и направлена на как раз-таки поддержку какого-то этнического разделения, размежевания. А именно решение каких-то общественных проблем – это то, что может объединять людей. Но, конечно, стоит заметить, это есть и статистические данные, и мой личный опыт, то, что среди русскоязычного населения Латвии в целом и участие в каких-то проектах, инициативах, общественных организациях, и в целом узнаваемость этой деятельности – она ниже. Как можно это объяснить? Часть нашего общества, возможно, ощущает себя отчужденным от происходящих в стране процессов. Это раз. Второе, возможно, они себя ощущают несколько неуверенно, потому что очень большая информация, часть информации о каких-то инициативах, возможно, их не достигает, и, может быть, люди опасаются. То есть я помню, когда у меня у самой был, наверное, такой один из первых опытов, я пришла на мероприятие одной организации, где вся информация, всё было на латышском, у меня очень хороший латышский язык был в то время, но, тем не менее, всё равно было робко, неуверенно и непонятно, как меня там воспримут, как я буду взаимодействовать. Таким образом, получается, что всё-таки какие-то оттенки этнического характера сохраняются в волонтёрстве? Допустим, может быть, отсутствие знания латышского языка или недостаточные знания, они всё-таки могут влиять на степень включённости в эти процессы? Ну, недостаток знания государственного языка определённо влияет на степень включённости в любые процессы, но при этом я думаю, что при желании, если человек действительно хочет что-то делать, то есть и организации, где действительно спокойно используются два-три языка латышеский, русский, английский. То есть я бы это всё-таки не... делала бы причиной неучастия. То есть это, скорее, возможно, особенности информационной среды, в которой, может быть, меньше как-то появляется информации об общественной... ну, такого рода общественной деятельности. И, возможно, ну, какие-то стереотипы или предрассудки. Ещё один вопрос в этой связи. Тематически каким-то образом есть разделение, допустим, между русскоязычной средой волонтёров и латышской? На какие темы, допустим, латышская аудитория направляет свои силы, свою энергию и русскоязычная? Понятно, что есть поле, где они пересекаются и встречаются, но есть ли какие-то, условно говоря, разделённые пространства? Я сейчас, наверное, не могу оперировать какими-то статистическими данными. На основе вашего опыта. Да, моё личное впечатление, что русскоязычные волонтёры больше направлены на тему благотворительности. То есть, действительно, поддержка людей, которым плохо, ну, не только людей, опять же, помощь животным. В принципе, очень много информации вот о каких-то таких волонтёрских проектах, волонтёрской деятельности на русском языке я вижу именно на эту тему. В свою очередь, допустим, та часть, которая направлена на поддержку каких-то больших культурных мероприятий, это в первую очередь, конечно, там больше участвуют люди, у которых родной язык латышский, но при этом русскоязычные там тоже очень часто встречаются. Просто, наверное, вот именно инициаторы какие-то, ну, организации, которые больше, опять же, вовлечены в культурные процессы. Ну, тут, наверное, вы сами, как культуролог, представляете это условное разделение. И, может быть, в оставшееся время, до окончания нашей беседы осталось 10 минут, я бы хотел поговорить на тему, которая для каждого из нас сейчас отзывается более, начиная с утра 24 февраля этого года, а именно война на территории Украины. Для многих русскоязычных эта трагедия стала еще и личным кризисом, кризисом идентичности, или, может быть, множественной идентичности, где есть разные слои, которые могут конфликтовать между собой. В этом смысле, как вам самой кажется, как представителю, условно говоря, русскоязычной культуры, 24 февраля ввергло вас в какое-то состояние кризиса, или, может быть, наоборот, каким-то образом создало атмосферу, когда вы понимаете четче границы культурных пространств, идентичности? Что с вами происходит с 24 февраля, если я могу спросить об этом? 24 февраля определенно ввергло меня в состояние кризиса. Первые дни было достаточно сложно вообще понять, что происходит. И в том числе, я не знаю, насколько я могу себя именно называть представителем русской культуры, но русская культура определенно оказала очень большое влияние на формирование лично моей идентичности. Понятно, что в Латвии у многих людей вот эти культурные идентичности, они многогранные, и русская культура – это не единственное, что их формировало. И после 24 февраля, в принципе, я четче начала ощущать, наверное, вот эти проблемы с доверием, которые присутствуют у нас в обществе, потому что понятно, что для части нашего общества ощущение того, что рядом, возможно, живут люди, которые небезоговорочно осуждают преступления против мирных жителей, посыгновение на суверенитет другой страны, оно для людей вызывает дискомфорт. И понятно, что, опять же, мы фактически оказались в таком состоянии, в котором мы до этого не были, и наша психика к этому, мягко выражаясь, не была готова, особенно после двух ковидных лет, которые тоже не добавили нам сплочения и доверия к друг другу под воздействием огромного количества информации в новостных порталах, в соцсетях, которые, естественно, у нас вызывают выбросы каких-то гормонов, которые, в свою очередь, приводят к тому, что активизируются какие-то процессы, возможно, люди больше начинают разделять свой-чужой, то это, в принципе, 24 февраля, мне кажется, какие-то моменты, которые нас не различают, не объединяют и различают, они стали более акцентированы. — Мир стал якобы проще, как вам кажется, скажем, или более плоским, то есть свой-чужой, как будто бы становится легче понимать, что вокруг происходит, или всё-таки это не так? — Мне кажется, намного сложнее существовать в системе с такой чёткой дихотомией свой-чужой, потому что всё-таки мы же говорим о людях, и о людях, у которых их мнение, их система ценностей, она формируется под воздействием очень разных культурных факторов, не только культурных факторов, то есть истории их семьи, допустим, образования, которые они получили, литературу, которую они читали в детстве, и поэтому, наверное, не всегда люди могут очень чувствовать чётко сформулировать свою позицию по каким-то вопросам. Понятно, что есть красные линии, то есть есть красные линии, за пределами которых мы не можем толерировать какие-то отношения, но мне кажется, что свой-чужой в данной ситуации, если мы говорим о латвийском обществе, всё-таки важно понимать, что мы, которые живём здесь, здесь мы свои. Слышим ли мы этот месседж в публичном пространстве, как вам кажется? В первые дни войны такие основные политические лица выступили с заявлениями, и это было важно, то есть и премьер-министр, и Мариги, возможно, чуть-чуть помедленнее, чем в других странах, но, в принципе, обратились к обществу, какие-то представители различных политических сил, но, в принципе, как мне кажется, всё вот этими заявлениями и ограничилось, то есть я не вижу вот за эти два месяца, чтобы эти заявления, они действительно подкреплялись бы какой-то попыткой диалога, попыткой, возможно, проговаривания спорных моментов, именно, которые зачастую и способствуют каким-то недопониманием, конфликтом, возможно, я бы, наверное, даже не использовала бы слово разделение, потому что, несмотря на то, что всё-таки у нас присутствуют разные мнения, в целом наше общество достаточно сплочённо, у нас нет выраженных каких-то этнических конфликтов, проявления насилия в обществе на этой теме, вот, но в целом, конечно, сейчас ощущается, то, что у нас есть какие-то темы, которые травматичны, болезненны для многих из нас, но при этом мы о них молчим. Вы сказали, что после коротких заявлений конца февраля со стороны политической элиты не последовало каких-либо ощутимых шагов или продолжения как бы их нарратива. Что бы вы им посоветовали, если бы сейчас была такая возможность? Что нужно было бы сделать именно сейчас? Что остро необходимо, чтобы мы могли сплотиться вокруг ценностей демократии и прав человека, которые универсальны, по сути дела, и нужны всем? Я, наверное, не давала бы советы политической элиты, тем более, что сейчас предвыборный год, и понятно, что люди тоже достаточно настороженно воспринимают то, что исходит от политических сил. Но мне кажется, опять же, я действительно не осмелюсь давать советы, но лично то, чего мне не хватает, мне не хватает какого-то диалога и рефлексии именно со стороны условных представителей культуры, общественных деятельностей, лидеров мнений. То есть есть какие-то отдельные, ну, есть люди, которые высказывают свое мнение, то есть это присутствует в публицистике, в соцсетях и так далее. Но мне действительно хотелось бы видеть, какой-то диалог, который был бы направлен на конструктивное решение проблемы, именно на то, чтобы понять, что нам, возможно, мешает двигаться дальше, вперед, что нам нужно сделать, чтобы пройти через этот кризис и вырасти как общество. Я благодарю вас за сегодняшний рассказ, за очень структурный рассказ, который помог мне, например, узнать множество новых интересных аспектов того, как мы можем менять среду вокруг себя. Большое спасибо за комментарии как бы и на тему межэтнического диалога в области волонтерства. Уважаемые радиослушатели, напомню, сегодня в гостях у нас была Мария Власенко, волонтерка, а также руководительница множества молодежных проектов. И сегодня наша беседа посвящена теме волонтерства или изменению окружающей среды вокруг нас, как бы улучшению нашего культурного пространства. Я также узнал сегодня, что у моего коллеги Родиона Золотарева сегодня последний рабочий день, и я хотел сказать, что последние 8 лет, когда у меня была честь и возможность сидеть за этим столом и вещать, это происходило в основном благодаря тому, что Родион обеспечивал все эти годы исправно техническую сторону наших эфиров и позволял вам слышать то, о чем мы здесь беседовали. Родиону я бы хотел пожелать от всего сердца начала нового профессионального пути, чтобы там было все хорошо, и большое спасибо за эти годы. Спасибо также за ваше внимание сегодня, а мы снова встретимся через неделю. Добрых вам выходных и до свидания. Вы слушаете Радио Балдарь.